1 января 2020 года в силу вступили новые статьи закона об ответственном обращении с животными. Вета наложили на бои между зверями и содержание дома диких питомцев. Отдельно регулируется выгул собак. Хозяева обязаны убирать за своими любимцами, а для опасных пород необходимы намордники, ошейники и поводки. Теперь официально запрещено избавляться от животного, усыпив его или выкинув на улицу. Вместо этого нужно найти четвероногому новый дом. За все нарушения предусмотрены штрафы. Влада – волонтер Шереметьевского приюта в Химках. Много лет она боролась за права животных и принятие этого закона. За время, которое занимается зоозащитой, Влада насмотрелась всякого. Это, например, пёс Тайрон – новый питомец в приюте. Попал сюда в крайней степени истощения. Собаку выкинули. Четыре дня он где-то на улице бегал. В каком состоянии собака, наверное, видно. Здесь полное истощение и все покусанные. Скорее всего, жила в каких-то ужасных условиях. Как она использовалась и у каких людей она жила, я не скажу, но, видимо, не совсем люди. За 12 лет из приюта в семью уехали несколько тысяч собак. Но поток животных не ослабевает. Каждый месяц волонтеры забирают с улиц около 20 животных. Зоозащитники считают, закон об ответственном отношении к питомцам был крайне необходим. Собаки идут в ужасном состоянии. Истощенные, избитые. Мне прислали фотографии совсем недавно из колодца собаку. Достали со связанными лапами, с перевязанной мордой. То есть специально утопили. И люди просто в шоке, как так можно. Я думаю, что вот этот закон, пока начало, то есть пока маленькие такие шаги, хоть что-то изменит в нашей стране по отношению к этим несчастным. Отдельной темой в законодательстве стал запрет на содержание диких животных в барах, кафе и ресторанах. Прекратить свою деятельность должны и контактные зоопарки. С 1 января 2020 года вступила в силу статья 15 Федерального закона 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Данная статья предписывает, что животные, которые используются в зрелищных мероприятиях, смогут содержаться только в специальных зданиях, в специальных сооружениях или на обособленных территориях. Контактные зоопарки должны сменить наименование на обычный зоопарк и получить лицензию до 2022 года. Многие предприниматели уже начали искать пути, чтобы обойти новые правила. Это один из контактных зоопарков Химок. Он в торговом центре находится. Ну и организаторы поспешили поменять вывеску, переименовали его в компактный зоопарк. Посмотрим, поменялось ли что-то внутри, кроме букв над входом. Внутри все осталось как раньше. Те же тесные клетки с сурикатами, носухами и енотами, загоны с козами, кроликами и ежами. Разница в том, что заходить внутрь теперь нельзя. Кроме того, по новым правилам у каждого животного должен быть домик, где оно может скрыться от назойливого внимания посетителей. Во многих вольерах мы таких укрытий не обнаружили. Сотрудники зоопарка комментарии давать отказались и даже вызвали охрану. Переименование и переоснащение позволят подобным организациям работать в рамках закона до 1 января 2022 года. После этого срока все предприниматели, которые используют животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, должны будут получить обязательную лицензию. Мы решили узнать, что думают химчане о контактных зоопарках как о явлении. Как вы к ним вообще относитесь, к этим зоопаркам? Вы знаете, ну что-то, мне кажется, немножко перебор. Потому что здесь животные, ну я понимаю, там домашние, вот может быть, там куры, но когда вот их дети мнут, не совсем. Ну не очень, да? Не очень, да. Ну честно, ну жалко животных, зачем их мучить в таких помещениях? Я против. А вы? Я, знаете, у меня такая двойственная позиция. Вроде, с одной стороны, детям хорошо общаться, контактировать с животными, с другой стороны, жалко очень этих животных, с которыми, ну я так думаю, не совсем относятся так, как надо бы. Поэтому сложно сказать однозначно. Мы даже не ходим. И все праздники мы просто посвящаем спортивным видам спорта, чем идти смотреть на бедных животных. Нет, мы абсолютно вообще против. Я животных люблю, мне очень жалко всегда. И в цирке я стараюсь не ходить. Слышали, что это такое? Видели? Конечно, да. И вот как вы относитесь? Ну я отрицательно отношусь. А почему? Ну жалко животных. Все-таки они содержатся, мне кажется, не в очень хороших условиях. А вы как считаете? Сейчас вы всех спрашиваете. Ужасно, ужасно. Животные должны жить в своем месте обитания. У меня даже ребенок сказал, я туда больше не пойду. Жалко. Жалко животных, да. Новости о происшествиях в контактных зоопарках появляются регулярно. В октябре прошлого года Химке потрясло известие о том, что в зверинце в парке имени Льва Толстого стая бродячих собак загрызла ламу. В опасности находятся и сами посетители. По интернету гуляют видеоролики со случаями нападения животных. Недавно в контактном зоопарке Челябинска волк вцепился в ногу мальчика. Можно долго спорить, кто виноват. Родители, которые пускают детей к хищникам, или организаторы сомнительных развлечений. Но факт остается фактом. От этого зачастую страдают и люди, и животные. Юлия Куштейко, Николай Забродин, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.